Добрый день! Добрый день! Поспеши, дружок! Слышишь, зазвенел звонок? Начинается урок! Здравствуйте, дорогие первоклассники! Начинаем урок русского языка. Тема урока «Моя родина, Казахстан». Сегодня на уроке вы сможете различать текст сказки, стихотворения, загадки, согласовывать слова-предметы со словами-действиями, читать слова с буквой «Ф». Чтобы достичь хороших результатов, опирайся на следующие критерии оценивания. Если обучающимся называет жанр текста, согласовывает слова-предметы со словами-действиями, читает слова с буквой «Ф», то он достигнет лучших результатов обучения. Удачи всем! Начнем работу с развития навыков чтения. Читайте вместе со мной. Ребята, найдите слова-рифмы и прочитайте их. Нашли? Назовите слова-рифмы. Казахстан, любимый мой, буду я всегда с тобой. Здесь и мама, и друзья. Это родина моя. Правильно, слова-рифмы. Мой, с тобой, друзья, моя. В стихотворении всегда используются слова-рифмы. Молодцы! А теперь подумай, о чем говорится в стихотворении. О чем говорится в стихотворении? Я думаю, вы все догадались, что в стихотворении говорится о нашей родине. Казахстан – наша родина, наш общий дом. Каждый из нас любит родную землю, где родился и живет. Родина начинается с родного края, родной семьи. Семья – это маленькая родина, без которой человеку очень трудно жить. Родина – это друзья, которые всегда помогут в трудный час. Что значит для меня моя родина? А теперь каждый должен задать себе этот вопрос. Как вы думаете, какие слова помогут вам описать нашу родину? Что значит для меня моя родина? Послушаем соната, как он описал свое отношение к родине. Что значит для меня моя родина? Для меня родина – это родное место, где я родился и расту. Тут я живу со своей семьей, где мои бабушка и дедушка, мама и папа. Здесь мои друзья и одноклассники. Родина – это все родное и близкое. Я люблю язык, традиции, обычаи. Я слушаю народные сказки и песни. Я люблю свою родину. А теперь вспомните, проверим, насколько вы усвоили информацию о родине. Вспомните, какие слова помогли сонату описать свое отношение к родине. Вспомнили? Тогда проверим. Родина – это родное место. Родина – это семья, говорит сонат. Родина – это бабушка и дедушка, мама и папа, друзья и одноклассники. Родина – это язык, обычаи, традиции народа. Совпали ваши ответы? Конечно, совпали, я думаю. Молодцы, вы очень старались. Родина – родной край, родная страна. Родина – это место, где живут близкие люди, родители, родные, друзья. Любовь к родине – это любовь к родной земле, природе, народу, его традициям и обычаям. А теперь отгадайте загадку. Хищная птица с большими ушами и слышит, и видит ночью прекрасно. Родина – это птица. Какая же это птица? Как она называется? Конечно, филин. Филин в переводе на казахский язык – к. А текст? Теперь подумайте. Текст к какому жанру относится? Это сказка? Конечно, нет. Это стихотворение? Да, это стихотворение, но, которое требует разгадки. Это загадка. Поэтому стихотворение, которое требует разгадки, называется загадкой. Жанром данного текста – загадка. Молодцы, ребята. Слушайте и повторяйте за мной. Филин серый, филин старый, а глаза горят, как фары. Филин прыг, филин скок. Филиненку дал флажок. Молодцы, все повторили. Филин – хищная птица. Живет в горах, лесах и степях. Теперь послушайте. И повторяйте за мной. И, конечно, назовите. Какой первый звук? Финики. Финики. Фисташки. Фисташки. Фазан. Фазан. Фотоаппарат. Филин. Фонарь. Какой первый звук? Правильно. Ф. Ф. Сегодня мы с вами познакомимся с новой буквой Ф. 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 Звук. Ф. Согласный. Иногда произносится мягко, иногда твёрдо. Фонарь. Твёрдое произношение. Финики. Филин. Мягкое произношение. Мягкое произношение. Очень хорошо. А теперь послушайте текст про букву Ф. Ф. Однажды буква Ф гуляла на поляне и увидела ёжика. Она никогда раньше не видела подобных зверей, поэтому очень испугалась. Она зафырчала. Ф. Ф. А потом ещё громче. Фыр. 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 Ёжик свернулся клубочком и выставил иголки. За всем происходящим с дерева наблюдал филин. Уф. Уф. Прокричал он с дерева. Буквы Ф. Не бойся. Это ёжик. Он тебя не обидит. Буква Ф перестала фырчать. А ёжик убрал свои иголки. Они стали играть вместе. Молодцы. А теперь угадайте, к какому жанру относится данный текст. Это было стихотворение? Нет, конечно же. Сказка? Правильно. Этот текст относится к жанру сказки. Молодцы. Вы научились распознавать жанр текста. А теперь попробуйте соотнести слова-предметы со словами-действиями. Например, слова-предметы. Буква Ф. Ёжик. Филин. Что же они делали? Кто из них наблюдал, прокричал? Кто из них гуляла, увидела, испугалась, зафырчала, перестала фырчать? Кто из них свернулся, выставил иголки, а потом убрал? Нашли соответствие? Проверьте ответы. Буква Ф. Конечно же, она гуляла, увидела ёжика, испугалась и зафырчала. Ёжик же свернулся, выставил иголки, потом убрал их. Филин наблюдал, прокричал. Молодцы, здорово! Вы научились согласовать слова-предметы со словами-действиями. А теперь читаем слоги с буквой Ф. Ф. Здорово! Помогите найти буквы. Буквы потерялись. Фу-ра-ш-ка, фу-ра-ш-ка, шарф. Шарф, дельфин, дельфин. Жи-раф, жи-раф. Молодцы! Нашли букву Ф. Что мы знаем о нашей родине? Пришло время подвести итог урока. Чему мы научились сегодня? Для этого назовите торжественную песню страны. Правильно, гимн. Как называется столица нашей родины? Правильно, столица нашей родины Нур-Султан. Главный атрибут нашей родины. Назовите их. Флаг и герб. Флаг и герб. Молодцы! Музыкальный инструмент казахского народа. Том-бра. Правильно, молодцы! Какую букву изучили? Назовите пять слов на эту букву. Какой звук? Ф. Хорошо. Самостоятельная работа. Составьте пяти стиши со словом «Казахстан». Подберите два слова-признака, три слова-действия, одно предложение и запишите главное слово. Пришло время оценить свое обучение. Вы научились распознавать загадку, стихотворение, сказку? Вы научились согласовывать слова-предметы со словами-действиями, читать слова по слогам? Если да, то отлично. Если частично, то хорошо. Если нет, старайся. У тебя все получится. Спасибо за участие. До свидания. До новых встреч.